ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Для того, чтобы система ОСАГО продолжала существовать, тариф придется увеличивать. Причем уже скоро, в конце 2018 года. Об этом сообщил президент Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Если повышение откладывать, отметил он, многие компании просто-напросто сдадут лицензии. По оценке Юргенса, к концу текущего года автогражданка принесет страховщикам убыток в 21 миллиард рублей. ТРАССА 101 Росавтодор разработал новый способ ремонта асфальтовых дорог. Речь идет о битумной ленте, которая позволяет достаточно оперативно устранить небольшие дефекты, например, трещины. Данный метод был опробован в Алтайском крае. Кроме того, руководитель Росавтодора Роман Старовойт объявил о внедрении научного подхода в определении параметров ремонта в каждом регионе, что позволит увеличить гарантийные сроки. В ближайшее время в ПДД может появиться новый тип горизонтальной дорожной разметки, так называемой вафельной. Она представляет собой квадрат в границах перекрестка с размещенными внутри него диагональными линиями желтого цвета. Пересекать эти границы будет нельзя, если на перекрестке образовался затор. Таким образом, видеокамеры смогут четко фиксировать, выехал автомобиль на занятый перекресток или нет. Размер штрафа в первом случае, как известно, одна тысяча рублей. В Госдуме раскритиковали идею возврата пива в ассортимент продаваемых на АЗС товаров. Как заявил один из парламентариев, это в первую очередь опасно для молодежи, которая, начав с пенного, переходит к употреблению более крепких напитков. Правительство страны, кстати, давно обсуждает, разрешить торговлю спиртным на заправках или нет. За выступают Минюст, Минэкономразвитие, Минпромторг и Росалкогольрегулирование. Против МВД и Роспотребнадзор. Трасса 101. За пять месяцев этого года россияне потратили на покупку новых легковых авто 650 миллиардов рублей. Плюс 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всех 80 миллиардов заработала Тойота. На второй строчке оказалась Кия, на третьей – Мерседес-Бенц. В целом, на долю иностранных автомобильных брендов пришлось 90% выручки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.